Дело в том, что я практик, да, вы знаете, и я очень люблю работать с детьми. И очень часто я работаю с детьми, которых не направляют врачи. Есть дети, которые пошёл в садик, две недели проходил, месяц дома. Три дня проходил, опять месяц дома, да, то есть непрерывные заболевания. И есть детки, у которых пневмония, вроде вылечили через месяц опять, вроде вылечили через месяц бронхит. Бесконечная череда лечений, болезней, да, вот заболеваний и на самом деле подсаживания ребёнка на лекарства, которые проблему не решают, которые что-то смягчают, но проблему не решают. Есть так называемые вечно болеющие дети, да. Спасибо, девочки, за обратную связь. То есть есть вечно болеющие дети, и на самом деле, с удивлением, да, но сейчас уже спокойно, я воспринимаю тот момент, что большинству из этих вечно болеющих детей можно восстановить базовый иммунитет, можно восстановить базовое здоровье. И для этого в среднем нужно полтора месяца для того, чтобы именно свой иммунитет включить. Где-то ещё три месяца будет стабилизация, да, то есть в эти три месяца просто нужно аккуратно, чтобы ребёнка не застудить что-то ещё. Но по большому счёту вы забываете, что такое поликлиника навсегда. Вы приходите в поликлинику только за справками на бассейн или куда-то. В тяжёлых случаях, когда уже астматический компонент, да, когда бесконечная аллергия, надо от трёх месяцев до полугода, да, потому что там уже здоровье подорвано настолько сильно, что полетела гормоналка, полетел обмен веществ. И там нужно три месяца, полгода. Но опять-таки это… Вы же не с утра до вечера работаете с ребёнком. Вы просто входите в систему, и вы навсегда закрываете вопросы заболеваний. Ну что значит навсегда? Это нормальные дети. Всё равно где-то он простынет, где-то он подцепит, но он очень быстро из этого выходит. Да, ну 17 лет уже, наверное, лучше всего взрослый. Вот. И мы говорим о том, что это быстро, это финансово доступно, да, то есть намного дешевле, чем те же лекарства, те же… А времени сколько? Это поездить по врачам, по сдавая анализы. Это дикий ужас. Но вот у нас очень интересно сделан менталитет мам. С каждой мамой, когда я работаю с ребёнком, я борюсь в воспитательных целях, я всегда говорю, что у меня к мамам больше претензий, чем к детям. Вот в том, что ребёнок вечно болеет, это проблема мамы, что она всё хочет решить быстрым путём, дать таблетку и уйти. Это вечные хронические насморки, это вечное горло, не понимая, что потом полетят суставы, потом полетит сердце вследствие таблеток. Мы у Лёдочки Серовой провели презентацию, где я вам, в принципе, показала основные моменты, по которым мы найдём. Причём на курс мы дали очень хорошую скидку 35%, то есть это хорошая скидка, это доступная цена. Грубо говоря, это разовая консультация у нас, по крайней мере, в медицинском центре. То есть у нас разовая консультация стоит 70-100 долларов, но меньше 50 нет. То есть вы по цене разовой консультации получаете на самом деле программу ребёнка, которую можно восстанавливать и в детском садике, и в младшей школе, и в старшей школе. Желающих пришло три человека. Вот то, что я говорила о людях, что мы говорим очень много о том, что мы хотим изменить, что мы хотим помочь своим детям. Но на курсы по исцелению внутренних травм, на курсы по женской судьбе, на курсы по женскому здоровью, желающих море. Я ладно, понимаю, мамы заняты, а бабушки где? Вот у бабушки же есть время и есть возможность своих внуков укрепить. или я недостаточно внушаю, да, всё-таки я не медик, я психофизиолог, или я недостаточно внушаю доверие, или мы говорим о том, что здоровье детей никому не надо. Вот. Который никак не проходит, правильно? Потому что, Мария, это цепи одной из... Это как бы одна цепочка. Это внутренние проблемы. Да, три месяца на море, вот вам повезло, но опять-таки осталось слабое место, которое в возрасте при эмоциональном пробои может дать... То есть недолеченное слабое место, просто укреплённое, оно при стрессе очень часто даёт хронический пробой, очень сложный, очень тяжёлый. Поэтому мне тоже Люда Серова позвонила, говорит, Алёна, три оплаты. И я говорю, нет смысла проводить курс, да? Поэтому тут два варианта. Или мы возвращаем деньги, да, этим трем человекам, потому что... Ну, грустно, да? Не в плане того, что я не заработаю, а в плане того, что это никому не надо. Вот. А есть второй вариант, что я сказала Люде, что поскольку всё-таки это моя любимая тема, и действительно результаты сказочные, я приеду в мае, я спрошу наших организаторов, кому интересна такая тема, потому что у меня половина организаторов отказалась от этой темы, потому что не только у меня она не продаётся. Да, потому что мы говорим о том, что... Мы много говорим, а взять и сделать ни разу ва таблетку, ни разу отвезти к врачу, ни разу взять консультацию, сделать комплекс, ни у кого нет желания. Поэтому половина организаторов просто отказались у меня от детской темы. Те организаторы, которые захотят со мной работать, я проведу ещё 2-3 встречи. Если мы наберём хотя бы 15-20 человек, то курс я проведу, поскольку мне на самом деле его достаточно просто оформить, то есть картинками, да, выписками из, допустим, каких-то медицинских источников. Потому что я прямо сегодня могу объяснить, да, каким образом поднять здоровье ребёнка. Тут ничего страшного нет, ничего сложного нет, просто надо понять, что организм системно восстанавливается. Пока вы не восстановите внутренний иммунитет, вы так и будете жить от таблеток в таблетки. Группа для родителей. Ну, Ирочка, потому что, видимо, в моменты кризиса человек хочет решить свои проблемы, а не проблемы ребёнка. Или не верит. Может быть, не верит. Вот видите, Светочка, вот у нас тут есть организатор, да, с которым мы хорошо работаем. Она за... Я в том плане, что это действительно для организаторов, она поняла, что это инфобизнес, да, поэтому для многих организаторов тема может быть интересна, но если она не приносит достаточного ряда хода, она не пускается в поток. К этому надо относиться спокойно, относиться нормально, да, надо понимать, что всё-таки, помимо того, что это встречи, это ещё и бизнес. Это по поводу курса. Если честно, я рассчитывала сделать серию курсов. Я рассчитывала сделать по-детски курс восстановления здоровья, потому что без восстановления здоровья говорить о воспитании, говорить о психике. Ребёнка невозможно. Когда он себя хреново чувствует, он или капризный, или истеричный, или раздражённый, или агрессивный, или наоборот. Он вялый, он ничего не хочет. Он хочет сидеть дома у компьютера в игрушке у телевизора. Он ничего не хочет, у него нет сил. Да, это такая сдохшая, такой цыплёнок табака. Второй курс я собиралась дать — это тонкости воспитания восточных детей, потому что вы сколько имеете проблем из своего детства? Море проблем вы имеете из своего детства. И до сих пор кому-то из вас 50-60, у меня есть девочки 80 лет, и они до сих пор закрывают проблемы, которые получили до трёх лет. На Востоке, во-первых, есть система, когда бабушка может скомпенсировать проблемы мамы, да, потому что понятно, что основные проблемы ребёнку в судьбу ломает мама из лучших побуждений. Мама загнанная лошадью, у мамы свои проблемы, и мама не всегда, да, маму никто не учил гармонизировать многие вещи, и она ломает ребёнку в судьбу по разным направлениям. На Востоке бабушки и тётки, да, имеют возможность, имеют вот практики и гармонизацию, потому что у мамы действительно иногда нет сил. Мама бегает. Или мама переживает свои разрывы с мужчиной, или проблемы на работе. Ну, цена вопроса, как всегда, в районе 4 тысяч со скидкой, то есть 6 тысяч, что он курс, 4 тысячи мы дали там даже меньше, из чем-то было, что 35% скидка была. По-моему, даже в какой-то день я 42, в самый первый день. Потому что именно эта тема, как бы, я люблю эту тему. И мы говорили о том, что это же можно применять, эти хитрости восточные, можно применять и в 16, и в 17 лет, да, подросткам, с которыми очень сложно работать. Опять-таки ты просто вводишь их в практику жизни, да, то есть это просто наработка, определённых ритуалов, которые потом работают сами по себе. То есть достаточно с ними отработать три раза где-то по 21 дню. На самом деле мы даже не считаем, то есть сразу видно по ребёнку, есть изменения или нет. Изменения пошли, всё, можно больше и не практиковать, потому что это перешло на подсознательный уровень. И я планировала третий курс, который логично вытекал из первых двух. Есть курс по воспитанию мальчиков, даже не курс, а как бы мастер-класс. Потому что проблема… Какая у вас проблема к мужчине? Вы знаете, основная. На уровне разума. На уровне души это не востребованность. На уровне души вы сжигаете и сжираете мужчин с внутренней агрессией, потому что вы не чувствуете востребованности, романтической. У вас не закрытый пробой. На уровне разума 99% женщин жалуются на то, что мужчины не берут на себя ответственность. Есть элементарные вещи на Востоке, когда они мальчиков приучают автоматически быть сильными, принимать решения, отвечать за эти решения. И мало того, мы всегда смеёмся, что поскольку мужчина в глубине души, до старости мальчик, именно у мужчин есть вот это мальчишеское… Посмотрите, когда собираются мужики, или посмотрите на мужиков в детском отделе, где мы будем детям покупать игрушки, самолётики, танки. То есть мы говорим о том, что у наших мужчин есть вот этот вот азартный мальчишка внутри, и эти же техники можно применять к мужу. Другое дело, конечно, то, что у ребёнка срабатывает быстро, но уже чуть медленнее, но тем не менее срабатывает, то есть можно приучить своего мужчину принимать решения и нести за них ответственность. То есть, на мой взгляд, для меня, допустим, было логично сделать вот эти три курса, здоровья и воспитания, и отдельно по мальчикам, потому что на Востоке к женщинам относятся больше. Когда я спросила Нурмухамата Амирича, Нурмухамата Амирича, ну вот я как раз его спрашивала, то есть по своей судьбе у меня были очень большие проблемы с мамой. Я очень много лет слово «мама» не произносила. У меня мама из этой жизни ушла 15 лет, и я всё ещё во всех практиках, психологических, эзотерических, пыталась убрать ту боль. И когда я его в очередной раз спрашивала, Нурмухамата Амирича, ну объясните, ну что вы детей не лупите, не наказывайте, ну невозможно не наказать же ребёнка. Он говорит, нет, просто вы наказываете ребёнка и оставляете ему в этом ужасе одно. То есть вы ему нарабатываете чувство вины. А счастливый, успешный человек никогда не бывает с чувством вины. У него есть чувство такта, у него есть воспитание морали. Но чувство вины — это изначально чувство, которое ломает судьбу. Поэтому, говорит, мы поступаем совсем по-другому. Мало того, девочку фактически никто не воспитывает, потому что женщина — существо сильное, существо пластичное, оно в любой семье, в любой религии, в любой стране сможет выжить и быть успешной. Главное, чтобы она, опять-таки, не испытывала чувство вины и понимала свою силу. Почему я говорю, что сильная женщина — это фактически Бог, её воспитывать-то не надо. Главное, её не сломать в детстве. А вот, говорит, мальчиков мы воспитываем, потому что если мальчику не дать рамки, если мальчику не дать устойчивость внутреннюю, не обучить его этим моментом, то он будет сидеть в компьютере или сидеть в игровых залах, он будет хамить родителям, он будет ждать, пока решит за него жизнь изначально мама, потом жена. Говорит, мальчиков надо воспитывать однозначно. То есть у меня были такие планы. На Востоке в основном нет. Почему ещё? Потому что мама, как нормальный человек, тоже делает ошибки на Востоке. Но на Востоке очень важно понятие «семья». Есть дётушки, есть бабушки, есть другие женщины, которые в случае пробоя, как я говорю, закрывают этот пробой. То есть они ребёнку помогают выйти из состояния вины, из состояния жертвы, из состояния обиды и не укрепить в подсознании вот этот страх перед будущим, перед отношениями, перед тем, что ты чего-то не можешь. Потому что, естественно, что на Востоке такие же не ангелы живут. У них свои тараканы в голове. И понятно, что и в отношении воспитания они действуют, но там просто по-другому на это смотрится. Мы ребёнку же жизнь ломаем очень сильно. И посреди на себя. Большая часть из вас, если мы с вами начинаем общаться с вашим детством, это обиды, претензии, неверие, беспомощность и всё равно вот эта неудовлетворённая тяга к любви, чтобы меня погладили, меня прижали, со мной играли. Мне говорили всякие хорошие вещи, вот это ощущение любви, которое многие из нас в детстве не получили. И оно ничем не закрыто до сих пор. И оно сейчас вызывает претензии в жизни и к мужчинам, и к обществу, и к собственным детям. Мало того, неудовлетворённые с большой агрессией внутренние претензии женщины к мужчинам, если у вас есть этот пробой по душе, и у вас растёт мальчик, мои хорошие, вы делаете две вещи, или вы его забалываете, может, вот, наконец, мужчина, которому можно дарить любовь, а чаще всего вы его ломаете. Потому что агрессия к мужским энергиям, она проявляется и в общении с ребёнком, причём это подсознательные процессы. Вы просто ломаете ребёнка. Вот. Поэтому сына должен отписать отец. Нет. Мама может качественно выполнить эту функцию. Другое дело, что в определённом возрасте, да, вот мы говорим подростковый, предподростковый, желательно сыну тоже сделать мужское общение. Вплоть до того, чтобы попросить соседа, может быть, куда-то сына взять на рыбалку или на починку машины. То есть посмотреть образ, ну не просто любого соседа, а посмотреть образ мужчины, который устойчивый. То есть есть на Востоке шесть характеристик счастливой женщины и шесть характеристик счастливого мужчины. И, по крайней мере, это шесть вибраций эмоций. По крайней мере, наставники говорили, что невозможно стать полноценно счастливой женщиной или полноценно счастливым мужчиной, если отсутствует хотя бы одно качество. потому что каждый пробой — это пробой или по финансам, или по отношениям, или по здоровью. И точно так же учится выбирать себе мужчину. То есть ты смотришь, если в мужчине хотя бы три присутствуют фактора из этого списка, то у тебя есть шанс, что с этими отношениями что-то получится, но ты должна чётко понимать, что остальные три фактора ты должна мужчине усилить. Иначе всё равно будет пробой по жизни, это будет горе. Мужчине, которым нет трёх-четырёх этих факторов, лучше вообще жизнь не связывать, потому что это или человек, который сядет вам на шею, он ничего в вашей жизни делать не будет, он будет вампиром, он будет забирать вашу энергию. Или он будет над вами издеваться, то есть он будет в ситуации жертва тирана. До какого возраста? До старости. Иногда мамы нет, она ещё разрушает судьбу детей. Самое интересное, что мамы очень сильно разрушают судьбу детей в первые полтора года, сильнее всего до трёх. А потом в тот момент, когда они уже старые, немощные, когда они живут вместе с детьми, когда они испытывают чувство страха, чувство одиночества, не с кем поговорить, и они жалуются на всё, детям на погоду, на судьбу, на этих же детей, на правительство, на здоровье. В этот момент они забирают судьбу ребёнка, они её обнуляют. И есть второй момент, когда мамы живут судьбой только детей, только внуков. У них нет других интересов жизни. В этот момент они стопроцентные в империи. И с точки зрения разума они делают вроде хорошие вещи, они интересуются, они переживают, они так переживают, они спать не могут, что у сына там болит голова или у него проблемы на работе. А на самом деле они забывают о том, что мама и ребёнок всегда связаны. В тот момент, когда вы переживаете за ребёнка, вы ухудшаете его состояние, вы забираете энергию, вы увеличиваете низкочастотные вибрации. Я где-то на каком-то курсе случайно слышала о том, что на очень высоких тренингах там, где учат зарабатывать миллионы, есть школа миллионеров и так далее, грубо говоря, говорится о том, что за сутки, а лучше за двое, до подписания важного контракта бизнесмен ночует на работе или в гостинице где-то угодно, он не идёт домой. И мало того, секретарь не связывает его по телефону, особенно с мамами и с жёнами, но особенно с мамами. Почему? Потому что жалоба мамы на здоровье, на погоду может полностью контракт, который вроде уже решён, готов к подписанию, свести на нет. То есть люди, которые владеют деньгами, понимают, что деньги — это энергия, они на сутки до подписания важных контрактов делают себе мёртвую зону, чтобы никто не мог возле истать.